Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцевой. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. В Самаре дали старт новому этапу реставрации хоральной синагоги. Губернатор Дмитрий Азаров, депутат Госдумы Александр Хинштейн, глава города Елена Лапушкина и главный раввин России Берл Лазар заложили символический камень. И будет город-сад. В Самаре высадили деревья, акцию приурочили ко дню учителя. Банки поднимают ставки по ипотеке. Насколько они увеличатся и почему, расскажем в новостях экономики. Символический старт нового этапа реставрации хоральной синагоги дали в Самаре. В церемонии закладки камня приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, депутат Государственной думы Александр Хинштейн, глава города Елена Лапушкина и главный раввин России Берл Лазар. На торжественном событии побывала и наша съемочная группа. Попытка восстановления номер три к реставрации здания хоральной синагоги приступали уже дважды в 2013 и 2018 годах. Однако оба раза из-за нехватки финансирования работы приходилось приостанавливать. В последние годы силами самарской еврейской общины и нервонадушных горожан начат процесс восстановления исторического облика одного из красивейших храмов иудейской религии, не только в России, но и во всем мире. Здесь, около самарской хоральной синагоги, на улице Садовой заложили памятный камень. Это и стало стартом начала работ. Я, конечно, очень рад, что архитектурная жемчужина столицы нашего региона, сама историческое издание хоральной синагоги, также восстанавливается сегодня. Восстанавливается благодаря участию людей разных конфессий, которые объединяют здесь свои усилия, понимая, что это и место притяжения, это и место, безусловно, духовное, важное для жителей нашего города. Но это еще и объединяющая работа людей, которые испокон веков, в мире и братстве, живут на самарской земле. Хоральная синагога Самары, построенная в 1908 году, была одной из самых крупных в Европе и вмещала более тысячи человек. Однако здание просуществовало как храм всего 20 лет. Позже синагогу закрыли, а помещение передали ДК имени Третьего интернационала. Затем здесь разместился хлебозавод. Неоднократно жители Самары поднимали вопрос о восстановлении памятника культурного наследия. Просили вернуть его первоначальный вид и функционал. То, что сегодня сообща и власть, и общество, и конфессия уделяют такое внимание возрождению религиозным объектам, это залог нашей будущей дружбы, единения того, что вот этот мир межконфессиональный Самарский останется на веках. На торжественную церемонию закладки камня приехал главный раввин России Берл Лазар. Он подчеркнул важность и значимость реставрации объекта, как для еврейской общины Самары, так и для всех других. Я не сомневаюсь, что именно Самара станет духовным центром, потому что губернатор, который понимает важность и вкладывает в это усилие время, это важнейший сигнал, чтобы люди знали, что есть поддержка, и сегодня есть такие возможности. И поэтому дверь наша открыта. Уверен, что это надолго, дай Бог, навсегда. Главный раввин России Берл Лазар возглавил попечительский совет фонда по реставрации и реконструкции Самарской хоральной синагоги. Комплексные реставрации объекта в этом году приступили благодаря договоренностям областных властей с меценатами. Все реставрационные работы выполнят за счет пожертвований. Все это делается для будущих поколений, для их духовности, для их развития. И это же не только религиозный дом, это же дом духовный для всего святого, который дал Бог человеку. Так что всем, пожалуйста, добра и счастья в этом доме. Реставрационные работы планируют завершить к 2023 году, после чего синагога украсит историческую часть Самары и станет точкой притяжения для туристов и жителей города. Приведут в порядок и благоустроят всю территорию вокруг храма. Виктория Шарая, Мэри Елчан, Николай Епифанов. События. Швейные машины, скрипки и миноры. Главный раввин России Берл Лазар побывал в этнокультурном комплексе «Парк дружбы народов» в Куйбышевском районе Самары. Здесь разместились 20 аутентичных домов, которые воссоздают быт разных народов России. Чем удивляет еврейское подворье, расскажем в сюжете. Квадратный еврейский самовар «Чайник», который свистит на три голоса. Старинный аптечный фонарь, висевший на бывшей Симбирской, а ныне Чапаевской улице, которому уже около 200 лет. Корзиночка для заболевшего ребенка, которую ставили на теплую печь, чтобы вылечить. Все эти артефакты прошлого собраны в еврейском доме этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов». В нем побывал главный раввин России Берл Лазар. В филармонии есть разные инструменты. Здесь скрипка, здесь другой инструмент. У каждого народа своя музыка, и вместе мы создаем прекрасный ансамбль, хор, который реально хвалит Бога и дает нам самое возможное высокое благословение, которое есть на свете. Когда наш общий отец видит, что все дети дружат, он радуется, тогда посылает нам все, что нам нужно. Я здесь сегодня первый раз, я имел огромное удовольствие. Я думаю, что это уникальный проект. Вот это объединение, соединение, разные национальности, разные виды дома, разные архитектуры. Это просто очень приятно посмотреть, сколько мы все вместе, когда мы все уникальны и разные, сколько мы дополняем и создаем, какая красота, когда мы все вместе. Еврейский дом переносит посетителей в XIX век. Прототипом послужило жилище зажиточных евреев в городе Энгельсе. Внутри воссоздали жилье единственного в Самаре часовщика обуса. Мебель и предметы того времени самарские евреи собирали два с половиной года. Можно увидеть старинный буфет, собранный без гвоздей, саквояж часовщика, тору Самарского раввина и скрипку XIX века. Конечно, корни еврейские находятся очень далеко в веках и далеко по географии. Но мы говорили именно о Волге, о Средней Волге. И нам, мне кажется, удалось показать и собрать то, что рассказывает о жизни этих людей, которые неволею судьбы или волею судьбы попали на Среднюю Волгу. Самое удивительное, что у нас есть, на мой взгляд, это переносная плита, которую можно было готовить и дома, и которую люди брали с собой куда-нибудь на пикник. Уникальный архитектурный ансамбль из 20 национальных домов и подворья раскрывает культуру народов, проживающих в Самарском регионе. Все дома построены по принципу равенства и имеют примерно одинаковую площадь. Это наш общий дом, действительно, для национально-культурных объединений. Потому что воочию здесь 20 национальных домов. Каждый дом, когда строили, каждый дом, это по национальным обичиям. Если мусульмане – мулла, если астини какие-то под этим ставили, как наши предки, чтобы было счастье. Точные копии жилищ воссоздавали при помощи архитекторов и ученых. Музей под открытым небом продолжает пополняться уникальными артефактами и будет ждать всех желающих жителей и гостей города после 16 октября. До этого времени комплекс будут готовить к зиме. Светлана Кудрявцева, Сергей Баскин. События. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей региона Серебряного возраста с Международным днем пожилого человека. В этом году в формате видеоконференции. Глава региона каждому сказал слова благодарности и пообещал еще больше поддерживать проекты, помогающие реализовывать увлечения пожилых людей в разных сферах жизни. Также традиционно были подведены итоги работы по улучшению жизни старшего поколения и проектной деятельности в разных населенных пунктах Самарского региона. Например, были отмечены четыре активных участника из Кенель-Черкасского и Шанталинского районов города Сызрани и Отрадного. Пользуясь возможностью прямой связи с губернатором, они поблагодарили Дмитрия Азарова за помощь и содействие в их деятельности и предложили несколько новых проектов на будущий год. Я хочу вас, конечно, поздравить с этим праздником и выразить уверенность, что сообща мы еще много-много доброго, полезного сделаем на благо России, на благо Самарской области. Но продолжим расширять меры поддержки тех зачастую удивительных просто проектов, которые инициируют люди серебряного возраста, общественные организации. И, конечно, зачастую такие проекты являются определяющими в жизни того или иного поселения и в работе правительства. Все объекты социально-культурной сферы в Самаре подключены к теплу на 100%. Батареи пока не потеплели в 2% многоквартирных домов. Но за выходные, обещают городские власти, ситуацию удастся исправить. Подробности в сюжете. Детские сады, школы, учреждения опеки и попечительства, а также подразделения дополнительного образования и медицинские стационары в Самаре подключены к теплу на 100%. А показатели отапливаемости жилищного фонда по состоянию на вечер 1 октября нарастили до 99%. В том числе теплом обеспечены свыше 99% многоквартирных домов со способом управления ТСЖ. Таким образом, всего за полторы недели подключили к теплоисточникам 10134 жилых дома. Глава города Елена Лапушкина подчеркнула, что в этом году подключение тепла началось очень рано. При этом темп подачи отопления рекордный, выше, чем в предыдущие годы. Все теплоисточники у нас работают и дома практически подключены. У нас остаются дома, которые у нас располагаются на переврезках и там, где идет регулировка уже управляющими компаниями, домами ТСЖ, где уже идут внутренние работы. В эти выходные уже совершенно точно у нас все дома получат отопление. Безусловно, и штаб не прекращает свою работу. Отрабатываем каждое обращение, отрабатываем департамент городского хозяйства, отрабатываем внутренние городские районы. Все оперативно передаем в работу управляющей компании, либо в ресурсоснабжающую организацию. Пытаемся разобрать в причине, почему при наличии теплоносителя тепло в дома не идет. В зонах завершающихся переврезок со старых сетей на новые в ходе модернизации теплотрасс идет работа по заполнению магистральных линий, после чего теплоснабжающие организации запускают теплоноситель по внутриквартальным сетям. Вместе с тем продолжается регулировка гидравлического и температурного режимов. Весь процесс находится на непрерывном контроле. Заседание оперативного штаба по пуску тепла проходит ежедневно. Глава города Елена Лапушкина следит за процессом подачи тепла лично, выезжает на объекты во все районы города. С начала текущей недели в более ранний срок, нежели в предыдущие годы, заработали телефоны горячей линии по вопросам теплоснабжения. Также берутся в работы сообщения, поступающие в социальные сети. Вся адреса остаются на контроле до полного исполнения задач. Виктория Шарая, Мэри Елчан, Василий Колдашов. События. Аллея учителя появилась возле Самарской школы номер 164. Там в преддверии праздника высадили 30 яблонь. Всего же в эти дни возле школы детских садов города появится полторы тысячи деревьев. Акция «Самара. Цветущий сад» проходит по инициативе депутатов городской думы при поддержке администрации Самары с участием юнормейцев, волонтеров и учителей. И будет город-сад. В Самаре в день пожилого человека и в преддверии Дня учителя прошла масштабная акция «Самар. Цветущий сад». Спартак, Куйбышевская, Жигулевская, Кутузовец и Северный Синап в общей сложности 30 саженцев яблонь высадили возле школы номер 164. Там разбили аллею учителя. В акции при поддержке администрации города и депутатов гордумы приняли участие школьные учителя-ветераны и руководство юнормейцев и волонтеры. Экологический вопрос у нас всегда является основным, потому что это вопрос жизнедеятельности и укрепления экологического каркаса. Это зеленение территории. Мы занимаемся не только в рамках программных действий, реконструируя, рекультивируя, так сказать, общественные территории, внутри дворовые. У нас еще есть социальные объекты. Это детские сады, школы, к которым относимся тоже с особым трепетом. И этот год не стал исключением. Деревья высаживали под чутким руководством школьного агронома. Выбирали сорта, которые дадут плоды к началу учебного года. Детям будут подавать свежие яблоки к обеду в школьной столовой. Было очень уместно, что как раз в это время произошла эта замечательная акция. Сегодня мы пригласили наших замечательных ветеранов-педагогов, которые отдали свое рабочее время, свою жизнь для воспитания нашего подрастающего поколения. Мы бесконечно благодарны им за это. И поэтому очень бы хотели, чтобы эти деревья увековечили их память. И в следующих поколениях мы также могли бы продолжить эту работу, которую начали сегодня. Всего в ближайшие дни возле школы детских садов Самары высадят полторы тысячи саженцев деревьев. Все они были выращены в регионе и привиты. Виктория Шарой, Николай Сидоров, События. Эфир продолжит новости экономики. Виктория Шарой уже в студии. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Светлана и уважаемые телезрители. Банки поднимают ставки по ипотеке. Насколько они вырастут и с чем это связано? С повышением ключевой ставки Центробанка. Расскажу подробнее сразу после курса валют. Курс доллара на 2 октября – 72 рубля 92 копейки. Евро 84 рубля 45 копеек. Нефть марки «Бренд» торгуется на отметке 78 долларов 7 центов за баррель. В Сбербанке ставка рефинансирования ипотеки повысилась с 7,9% до 8,2%. Стоимость ипотеки на покупку квартиры в новостройке увеличилась на 0,4% пункта до 8,4% годовых. Минимальная ставка по ипотеке для молодых семей на жилье на вторичном рынке выросла с 7,7% до 8,1%. А базовая ставка для остальных заемщиков на вторичку с 8,1% до 8,5% годовых. Для программ ипотеки с господдержкой, нецелевого кредита под залог недвижимости и строительства жилого дома ставка не изменится. Ранее о повышении ипотечных ставок сообщали ВТБ и Газпромбанк. Так, ВТБ стал первым банком из топ-5 по выдачам, который решил поднять ипотечные ставки после июльского ужесточения политики Центробанка. Газпромбанк повысил ставки по ипотечным программам 27 августа. С тех пор ни один крупный банк ставки не повышал. В последний раз Сбербанк повышал ставки по ипотечным кредитам в начале мая. В апреле глава Сбера Герман Греф заявлял, что повышение ставок по кредитам произойдет, если Банк России вновь ужесточит денежно-кредитную политику. В марте регулятор впервые с 2018 года повысил ключевую ставку на 0,25% пункта до 4,5%. Позднее Центробанк еще несколько раз повышал ставку. Сейчас она составляет 6,75%. Президент России Владимир Путин считает необходимым наделить Банк России полномочиями ограничивать объемы необеспеченных потребительских кредитов. На выполнение этого требования Путин дал срок до 1 декабря 2021 года, назначив ответственными премьер-министра Михаила Мишустина, спикера Госдумы седьмого созыва Вячеслава Володина и главу Центробанка Эльвиру Набиулину. Центробанк с 1 октября уже повысил требования по необеспеченным потребительским кредитам, что делает выдачу потребительских кредитов менее выгодной для всех банков. В Центробанке отмечали, что это решение принято в связи с ускорением темпов роста кредитования, которое сопровождается ростом показателя долговой нагрузки граждан и увеличением доли долгосрочных необеспеченных кредитов. По данным Центробанка, доля потреб кредитов с ПДН – отношение платежа по кредиту к доходу – выше 80% во втором квартале 2021 года, выросла до 30,3%. Центробанк с 1 октября ввел предельный размер комиссии, которую магазины будут обязаны заплатить банкам за безналичную оплату покупок с помощью системы быстрых платежей. Ее максимальный размер теперь составляет 1500 рублей за одну операцию. Тарифы при этом не изменились и остались на уровне 0,4% и 0,7% от цены товара. Это означает, что льгота будет применяться в случае единоразовой оплаты на сумму от 215 до 375 тысяч рублей. Считается, что новая мера станет существенной поддержкой при продаже товаров на крупные суммы. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. За сутки в Самарской области зафиксировали 615 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших ковидом с начала пандемии в регионе – 105 849 человек. Продолжается вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции. Специалисты напоминают, COVID-19 представляет особую опасность для людей старшего поколения. Они не только чаще других оказываются на больничной койке, но еще и сталкиваются с постковидным синдромом. Виктория Шарая продолжит. По профессии Наталья Кузнецова – медик. 40 лет проработала в реанимации. Потому, говорит, точно знает, что прививку делать необходимо. В начале марта она прошла вакцинацию, а некоторое время спустя заболела. Говорит, прививка помогла перенести болезнь легче. Сегодня пришла сделать ревакцинацию. Я знаю, что такое прививки. Знаю, что как в реанимации тяжело болеют больные. Поэтому даже никакого сомнения не было, чтобы сделать прививку. Пациента старше 60 лет тяжело переносит коронавирус. Как правило, оказываются на больничной койке. А после выздоровления особенно часто сталкиваются с постковидным синдромом. Вакцинация минимизирует последствия заболевания, помогая при встрече с инфекцией перенести ее в более легкой форме. Люди старшего возраста могут в любой день пройти вакцинацию от коронавируса и на дому, обратившись в свою поликлинику по телефону и вызвав мобильную бригаду медицинских работников. В настоящий момент вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли более 1 миллиона 130 тысяч жителей региона. Я, конечно, призываю в любом случае вакцинироваться, потому что вакцинация – это единственный способ нам победить эту болезнь. Чем больше население привьется, чем больше будет охват привитого населения, тем больше у нас будет выработан коллективный иммунитет. Круглосуточный пункт вакцинации от COVID-19 в Самарской городской поликлинике номер 14 начал свою работу в августе этого года. За это время прививки там сделали более 300 человек. Для посетителей организован отдельный вход в здание и кабинет предварительного осмотра. Привиться могут не только пациенты поликлиники, но и все жители города. Этой осенью важно сделать прививку не только от COVID-19, но и от гриппа. Между ними нужно выдержать интервал не менее одного месяца, оптимально начать вакцинацию с прививки от новой коронавирусной инфекции, а затем привиться от гриппа. Это позволит максимально защитить себя и своих близких от этих заболеваний. Виктория Шарая, События. В торговых центрах Самары проходят проверки соблюдения масочного режима. На места выезжают представители администрации совместно с сотрудниками полиции и комиссии по делам несовершеннолетних, которые контролируют, появляются ли в гипермаркетах несовершеннолетние без сопровождения взрослых. В один из таких рейдов в торговый центр в Советском районе Самары выехала и наша съемочная группа. В торговых центрах, магазинах, объектах общественного питания Советского района Самары ежедневно проходят рейды по проверке соблюдения требований Роспотребнадзора. Только за сентябрь проведено более 400 проверок. Специальная комиссия контролирует соблюдение масочного режима, наличие разметки для социального дистанцирования, смотрит также журналы регистрации измерения температуры сотрудников и дезинфекции помещения. Маску мы меняем каждые два часа, перчатки мы обрабатываем каждые два часа. Замер температуры происходит три раза в день, журналы ведутся, ну и все мы, естественно, с сертификатами. При выявлении нарушения комиссия сразу же делает фотофиксацию и составляет акт, который направляет в управление гражданской защиты, либо в Роспотребнадзор по Самарской области. По итогам проверки организации может быть выписан штраф. Мы проводим обследование торговых центров, которые расположены на территории Советского района. В данных объектах было выявлено за последний месяц около 15 нарушений. Было составлено материалы по данным фактам. В отношении самих торговых центров было составлено 6 материалов. Проверяют и соблюдение постановления губернатора Дмитрия Азарова о запрете на посещение фудкорта в торговых центрах детьми без сопровождения взрослых. Поэтому в контрольные рейды выезжают и представители комиссии по делам несовершеннолетних. При выявлении ребенка нарушителя звонят его родителям и вызывают их для профилактической беседы. Органам и учреждения системы профилактики проводятся рейдовые мероприятия, направленные в первую очередь на разъяснительную работу родителям, задержанным несовершеннолетним. Также сначала проводится разъяснительная работа. При необходимости доставляется в полицию. И сотрудниками полиции проводится дальнейшая уже работа с несовершеннолетним. Во время этого рейда несовершеннолетних без сопровождения взрослых не оказалось. Все продавцы и покупатели были в масках. Как и положено, фудкорт был огорожен сигнальной лентой. Объекты обслуживают покупателей только в формате на вынос. В регионе сохраняется непростая ситуация, связанная с распространением коронавируса. Поэтому ношение средств, индивидуальные защиты в общественных местах обязательно, как и соблюдение других противоэпидемических мер. Сергей Кизоркин, Никита Колосов, Николай Сидоров. События. Летом в самарских лагерях отдыха поправили здоровье около 22 тысяч детей и подростков. В 8 загородных и 186 лагерях дневного пребывания. Из-за угрозы пандемии коронавируса заполняемость была на 75%. При этом соблюдались все требования Роспотребнадзора – ношение масок, наличие дозаторов, ежедневная дезинфекция помещений. Об этом доложил представитель Департамента образования на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в городском округе Самары. Кроме этого, обсудили и тему оздоровления взрослого населения. Так, на крупных предприятиях работают физруки, которые привлекают коллективы в вести здоровый образ жизни и заниматься физкультурой. Проводят производственную гимнастику, сдачу норм ГТО, организуют отраслевые спартакиады и городские соревнования. На трехсторонней комиссии решили, что городской департамент спорта должен продолжить работу в этом направлении и увеличить число предприятий и организаций, вовлеченных в спортивное движение. Если каждый работодатель будет осознанно подходить к вопросу оздоровления своего коллектива, потому что здоровый коллектив, трудоспособный коллектив, который дает лучший результат и двигает компанию вперед. Поэтому это важный момент. И там, где нет возможности оснастить собственный спортзал, хотя для этого много не надо. К примеру, у себя в департаменте я купил турник, повесил его, сделали спортзал. Раз в час вместо того, чтобы покурить, бегать, подтянуться. На этом наш выпуск завершен. Всего вам самого доброго. Хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин